Привет! С вами снова Таня. Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня у нас будет регулярная рубрика пустые баночки. И баночек у меня накопилось очень много. Сейчас я вам покажу, какой мешок. Только посмотрите на это. Это какой-то караул. Огромное количество пустых баночек скопилось. Не знаю, все ли я покажу в этом ролике. Какие-то, может быть, оставлю для следующих пустых баночек. В общем, да, постараюсь, как обычно, рассказывать максимально быстро и емко. И давайте начнем. Первое, что у меня лежит сверху, это гель для душа от Ифраше с ароматом граната и каких-то ягод, по-моему. Да, аромата граната и пряных ягод здесь. Он в объеме 100 мл. И это концентрированный гель для душа. То есть, одной капельки хватает для того, чтобы полностью помыться. Он очень концентрированный. Из одной капельки получается такая большая шапка пены. И это очень здорово. Мне безумно нравится их вот этот формат концентрированных гелей для душа. Это очень удобно, когда в ванной стоят такие маленькие пузыречки. Они не занимают много места. Это плюс удобно очень брать с собой в какие-то поездки. Конкретно этот гель для душа мне нравился своим ароматом. У него, по-моему, такая кисленькая отдушка была. Да, у него очень приятная такая кислая отдушка. Мне напоминает даже по запаху больше не гранат, а малинку. В общем, я очень-очень его любила. Сейчас у меня в ходу другие гели от Ифраше такого же объема. Я тоже ими очень довольна. Еще одно средство от Ифраше это мицеллярный шампунь. Я о нем вам подробно рассказывала в ролике с обзором новинок от Ифраше. Вот он закончился. Я обязательно его повторю, потому что этот шампунь понравился не только мне, но и моему мужу. У моего мужа от многих шампуней появляется перхоть. От этого шампуня нет. Он ему очень подошел. Поэтому специально для него приобретем еще один такой шампунь. Очень классный, мягко промывает волосы, не пересушивает. Приятный аромат у него и достаточно экономичный. Довольно долго мы им пользовались, да, поэтому я очень им довольна. Обратите на него внимание, если любите продукцию от Ифраше. Еще одно средство для волос это сухой шампунь от Шварцкоп в год 2B Fresh It Up. Какой это был у нас тропический бриз с эффектом объема. Объема никакого особого не дает. В нем нет никаких фиксирующих компонентов. То есть он не работает как лак, как, например, батист для объема, который фиксирует благодаря тому, что там есть что-то такое в составе, похожее на лак. Здесь такого ничего нет. Это просто сухой шампунь с приятным таким кокосовым, да, каким-то таким околококосовым ароматом. Что-то типа каких-то тропических фруктов. Хороший, хорошо освежает волосы, не оставляет сильного белого налета. Я уже, наверное, 3 таких пузырька использовала. И довольна им. Он, кстати, достаточно бюджетный. По-моему, рублей 300 или 350 стоит. В общем, если сравнивать с тем же батист по цене, этот значительно дешевле. Яичная пенка для умывания от корейской марки Skin Food. Очень мне нравилась. Она очень хорошо очищает кожу, дает прям такое глубокое ощущение. Но единственный ее недостаток в том, что она достаточно сильно стягивает кожу. Все-таки она подсушивает. И поэтому пользовалась я ей только в те периоды, когда у меня какие-то воспаления на лице. И мне хотелось немножечко подсушить их. Когда с кожей все окей, я ей не пользовалась. Я думаю, что она подойдет только тем, у кого очень жирная кожа или проблемная кожа. Для нормальной сухой кожи, для комбинированной. Скорее нет, чем да. Уж очень сильно она стягивает. Но зато очень круто очищает. Закончился у меня наконец-то дезодорант от FAA. И почему наконец-то? Потому что он мне абсолютно не понравился. Это дезодорант антиперспирант. Нежность хлопка против 5,0% спирта. Здесь написано. У него достаточно приятный аромат был. Аромат хлопка. Он действительно не оставляет пятна. Но он слабенько защищает от пота. И у меня было такое ощущение, когда я им пользовалась, что это не антиперспирант, что это дезодорант. То есть он дает какой-то приятный аромат. Но именно от пота он особо не защищает. Поэтому как-то я им осталась недовольна. И очень долго я его добивала. Но все-таки добила. И повторять больше точно не буду. Еще один гейт для душа. Уже в стандартном объеме 200 мл. Этот гейт для душа уже не концентрированный, а обычный. Он был с ароматом хлопка и мимозы. Очень приятная отдушка. Это прям такой для меня аромат чистоты, аромат свежести. Очень классный. С удовольствием им пользовалась. Но по-моему вот этот аромат хлопок и мимоза был какой-то лимиткой. Не знаю, продается сейчас или нет. Ну прям очень приятный. Такой запах чистоты, свежести. Такого дорогого ухода для тела. В общем, да, классный. Очень любил я этот гель. Лосьон для лица от японской компании Hada Labo. Он был, по-моему, с гиалуроновой кислотой, насколько я помню. Да, здесь написано, что здесь состоит 5 типов гиалуроновой кислоты. Ретинол и альфа-липоевая кислота. А также коллаген. Это лосьон в классическом японском понимании. Не в нашем европейском, а именно в японском. То есть это что-то больше похожее на сыворотку, по ощущениям. Он был такой гелеобразный, тягучий. То есть это не такая водичка, как мы привыкли лосьону, да, в нашем европейском понимании. Лосьон это какая-то жидкость типа водички. Здесь же это больше было похоже что-то на сыворотку. И наносила я его не ватным диском, а просто на ладошки и вот таким припечатывающими, прихлопывающими движениями. Хорошее средство. Действительно увлажняет. В жару можно было вообще пользоваться только таким лосьоном и не наносить сверху никакой увлажняющий крем. Для осени, для зимы, конечно, одного лосьона будет однозначно мало. И нужно наносить сверху крем. Хорошо увлажняет. Это приятное средство. Мне вообще нравится вот эта концепция японских лосьонов. У меня сейчас есть другой лосьон от какой-то японской марки. Не помню, от какой тоже гиалуроновый. И мне очень нравятся такие средства использовать. Мне кажется, это классная идея. Гидрофильное масло также от Hada Lab. И это масло поначалу мне очень нравилось. Оно мне поначалу прям безумно нравилось. Оно классно смывало макияж. Никаких у меня к нему претензий не было. Но потом у меня пошла на него какая-то реакция. И мне стало от него немножечко щипать глаза. Поэтому я очень долго его расходовала. У меня, наверное, практически год оно стояло. Но все-таки в итоге я его добила. Просто я перестала смывать им макияж с глаз. Использовала только для лица. В принципе, с лица смывает макияж глаз. Макияж глаз с лица смывает. Короче, макияж с лица смывает хорошо. Оно глаза может пощипывать. Поэтому тут, да, не могу однозначно рекомендовать. Спрей для придания объема на корнях волос от Капус. Называется он Root Volume Styling. Неплохой спрей. Капус это профессиональная марка. Но бюджетная достаточно. И этот спрей стоил недорого. Он неплохо придавал объем корням. Но не могу сказать, что какой-то супер стойкий объем получался. Но зато он, кстати, не склеивает волосы. И нету такого ощущения, что у вас шлем на голове, который невозможно там рукой прочесать. И расческа в нем застревает. Нет, абсолютно такая легкая, ненавязчивая фиксация. Слегка придавал объем. В принципе, достаточно приятное средство. Но не могу сказать прям вау. И без каких-то особых восторгов. Неплохое. А вот это вот средство для волос мне очень понравилось. Это маска с хной от какой-то корейской компании. От какой? Здесь непонятно вообще, где написана марка. Одни иероглифы, боже. В общем, я не знаю, что это за компания выпускает эту маску. Я вам оставлю обязательно ссылки. Постараюсь на все на эти ссылки оставить в инфобоксе. Индихенна, наверное, так называется эта компания. В общем, классная маска. Я ее очень любила. Она очень круто увлажняла волосы, разглаживала, придает блеск. И у нее обалденная, приятная цветочная отдушка. И мне безумно нравилось, что это маска с помпой. Очень удобно. Поставил на бортик ванной. Два нажатия быстро нанес. Очень здорово, удобно и быстро. Это намного удобнее, чем раскручивать баночку, лезть туда рукой. Да, поэтому большущий лайк этой маски. Если где-то увидите, попробуйте. Я думаю, что она вас не разочарует. Крутая. Здесь, кстати, большой объем. Сколько здесь? Здесь, наверное, миллилитров 500. Да, здесь 500 миллилитров. И хватило мне ее очень надолго. Прям я ее обожала. Я думаю, что когда-нибудь я ее повторю. Сейчас просто у меня много других средств для волос. Поэтому пока ближайшее время заказывать не буду. Но думаю, что все-таки ее повторю. Мицеллярная водичка от марки Эколабораторис. Я показывала вам ее в рубрике Бьюти Рейтинг, когда тестировала мицеллярные воды. Кстати, если не смотрели тот ролик, ссылочку на него оставлю в инфобоксе. Где-нибудь здесь всплывет. Вот посмотрите, я там оценивал разные мицеллярные воды, их составы, их действия. И подводила итог, какая же мицеллярная вода самая лучшая. В этой мицеллярной водичке хороший состав. Здесь минимум всякой вредной химии. Много всяких экстрактов различных растений. Единственный ее недостаток – это упаковка. Здесь вот такая откручивающаяся крышечка. И, в общем, это неудобно. Намного удобнее было бы, если бы здесь была стандартная откидная крышка. Но производитель решил, что надо сделать здесь вот такую странную крутящуюся крышку. А сама мицеллярная вода классная. У нее приятный аромат миндаля. Хотя написано, что она с экстрактом лилии. Но пахнет она миндалем, миндальным пирожным. Вот, в общем, классная. Классно смывает макияж. Ничего от нее не щипет. И хороший состав. Фрем для тела от марки Эвелин, который называется Экстра Софт. Это СОС для сухой и очень сухой кожи. Глубоко питательное молочко для тела. Пять видов гиалуроновой кислоты. Масло ШИ, витамин А, Е, Ф. В общем, Эвелин, как обычно, на упаковках на своих. Пишут огромное количество всяких разных обещаний. И, кстати, они еще делают очень хитрый маркетинговый ход. Или маркетинговый. Как правильно ударение? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. В общем, они здесь рисуют швейцарский флаг. И пишут, что здесь швейцарская рецептура. Когда смотришь на эту упаковку в магазине, бросается в глаза этот флаг. И ты такой думаешь, это, наверное, какое-то швейцарское средство. Но по факту Эвелин это польская косметика. И никакая не швейцарская. И вот этот швейцарский флаг здесь, мне кажется, это просто такой хитрый ход. Для того, чтобы привлечь внимание покупателя. В общем, что по поводу самого молочка. Здесь большой объем. 350 мл. Здесь классная упаковка с помпой. На этом, собственно, плюсы этого молочка заканчиваются. Оно очень слабо увлажняет кожу. Да, оно быстро впитывается. Оно не оставляет после себя липкой пленки. Но оно слабо увлажняет. И здесь написано, что оно для очень сухой кожи. Прям вот сос средства. Но нет. Нет. Оно не увлажнит сильно сухую кожу. Вы не будете ощущать с ним себя комфортно. У меня в холода всегда начинается чесотка. У меня все сохнет. И поэтому я на своем опыте знаю, что такое средство для очень сухой кожи. И они гораздо более жирненькие. И намного лучше увлажняет это. Средство такое, ну, для нормальной кожи. Даже для сухой кожи я его не могу вам посоветовать. Уж тем более для очень сухой точно нет. Еще два дезодоранта. Судя по моим пустым баночкам, я в последнее время очень много потела и мылась. Потому что у меня куча просто дезодорантов и гелий для душа. Окей, давайте про каждое отдельное. Это дезодорант от Гарнье. Называется он невидимый. Защита от следов пятен и выцветания. Не оставляет пятен на черном, белом и цветном. Это действительно так. Он не оставляет пятен. Это круто. И он очень круто помогает от запаха пота. И вообще от излишнего потовыделения. Он реально работает как антиперспирант на 5 баллов. Очень он мне нравится. Я уже не первый раз покупаю именно вот такой розовенький. Единственное, у него не очень приятная на мой вкус отдушка. Но зато я точно знаю, что этот антиперспирант мне не подведет. Если у меня будет какой-то активный день. Или если я знаю, что день будет такой стрессовый, я буду стрессовать. То я обязательно пользуюсь именно вот этим антиперспирантом. Очень круто работает. Следующий антиперспирант это Ниве эффект пудры. Здесь очень приятная мягкая отдушка. Но он не защищает очень хорошо от пота. То есть если сравнивать с Гарнье, Гарнье намного круче защищает, чем Ниве. Он такой, ну слабенький на 3 с плюсом на 4. Но я могу ему это простить за счет его вот этой классной отдушки пудровой. От отдушки я просто без ума. Гель для ног от чистой линии. Здесь написано, что он дает легкость на 24 часа, охлаждает, тонизирует и дает интенсивное увлажнение. Все брехня. Не увлажняет, не освежает, не тонизирует, не делает ничего. Очень мне не понравился. Абсолютно какая-то бесполезная вещь. Даже я бы сказала не то, что не увлажняет. Он как-то стягивает кожу на ступнях. Когда его наносишь на кожу, есть ощущение, как будто бы кожу стянуло. Что вообще очень странно. В общем, мне не понравился. Хоть и стоят какие-то копейки, но даже эти копейки на него жалко. Гель для умывания от Гарнье, от которого отвалилась помпа. Здесь была такая помпа. Я думаю, что вы все знаете этот гель для умывания. Он очень-очень старенький. Я помню, я еще, наверное, лет в 13 им умывалась. И тут моя мама решила его повторить. И я с удовольствием им воспользовалась. Несколько раз у нее и взяла себе, чтобы показать вам в пустых баночках. Потому что этот гель для умывания классный. Он бюджетный. Он очень приятно пахнет. У него безумно приятная для меня отдушка. Он хорошо очищает кожу. При этом сильно не пересушивает. И мне кажется, из масс-маркета. Это один из самых лучших гелей для умывания. Прям очень классный. Если вдруг еще не пробовали, попробуйте. Я думаю, что вы не разочаруете. Здесь, кстати, написано, что он для нормальной и смешанной кожи. И я полностью согласна. Для жирной кожи, может быть, захочется чего-то такого более подсушивающего и очищающего. Но для нормальной и комбинированной прям отлично. Питательная маска для волос от Эко-Лаборатория. Здесь написано, что она дает объем и глубокое восстановление волос. На самом деле нет. Очень слабо увлажняет. В общем, разочаровала меня эта маска. Это скорее такой очень посредственный бальзам для волос. Ну, уж никак не питательная и глубоко увлажняющая маска. И никакого объема она не дает. И я очень, честно говоря, расстроена была этой маской. Я очень люблю марку Эко-Лабораторию. У них много средств, которые мне очень нравятся и подходят. Но эта маска меня расстроила. Я даже выкидываю ее, не закончив до конца. У меня тут, наверное, больше половины банки осталось. Да, у меня здесь достаточно много. Я в последнее время ее просто использовала как средство для бритья ног. И, в общем, просто надоела она мне. Поэтому я решила от нее избавиться и выкинуть ее. К сожалению, не понравилось. Еще один лосьон для тела от марки Экьюр. И это средство я заказывала на Айхерб. И у него просто божественный аромат лимонной выпечки. Очень вкусно пахнет. Очень классно увлажняет. Единственное, что пользоваться им можно только на ночь. Потому что оно достаточно долго впитывается. Но при этом оно хорошо увлажняет. В отличие, например, от Эйлин, которая не делает ничего. Это действительно увлажняет. И просто обалденная у него отдушка. Плюс очень удобно, что здесь есть помп. Ну что, мои дорогие, на сегодня все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Пишите в комментариях, что вы пробовали из того, что я сегодня показывала. Делитесь вашим мнением. Оставляйте ваши отзывы. Это будет очень полезно не только мне почитать, но и другим подписчикам. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Целую вас. Заходите, кстати, ко мне в Инстаграм. Не забывайте, у меня есть Инстаграм. Но почему-то очень мало из вас, кто туда заходит. А зря. Я там пишу посты, выкладываю интересные фотографии. В общем, заглядывайте ко мне в Инстаграм. И спасибо еще раз, что смотрели. Увидимся с вами совсем скоро в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.